Привет, красивые люди! В эфире Kids Podium Fashion TV и сегодня я, Нихвидович София, вместе с театром мод Kids Podium приглашаем вас окунуться вместе с нами в настоящую сказку. В декабре Kids Podium празднует юбилей 10 лет. На сегодняшний день это не только одно из самых первых детских модельных агентств Беларуси, но и самый настоящий театр мод. Как перевоплотить модный показ в авангардный перформанс? Где рождаются необыкновенные идеи для новых постановок и кто воплощает их в жизнь? Узнаем прямо сейчас, так что не переключайтесь, будет увлекательно и немножко волшебно. Рядом с вами находится Оксана Ковецкая, руководитель театра мод Kids Podium, идейный вдохновитель и режиссер модных трансформаций на сцене. Оксана, расскажите, в какой момент модный показ перестает быть просто показом, а становится настоящим театром мод? И как маленькая идея превращается в невероятную постановку? На самом деле это очень сложный и очень трудоемкий процесс, потому что ходить, дефилировать по подиуму, конечно, гораздо проще. Но когда мы делаем сказочные постановки, конечно же, детям интересно, детям сложно. Это очень большая работа. Изначально у меня рождается коллекция, а рождается она каким образом? Мы посещаем очень много образовательных семинаров. Это Москва, это Париж, это Милан. Естественно, это море выставок, это новые тенденции, это посещение выставок, таких как Кристиан Диор. Это выставки, где мы учимся, где мы берем изначально источник моды, где рождается творчество, где мода раскрывается как искусство. Естественно, у нас, конечно же, мы хотим сделать преображение небольшое, и классическая сказка, она прежде всего переждается в авангардную. Первая постановка «Алиса в стране чудес» родилась более пяти лет назад на показе белорусского дизайнера Светлана Задорской. В момент, когда на подиуме появились необычные куклы, в голове у режиссера появилась еще идея, которая быстро развернулась в целый сюжет с картинками. Вот красная королева за свои свиты танцует грозный танец огня, а вот миловидные и нежные па белой королевы и ее свиты. Сегодня ко мне в гости пришли участницы первой постановки «Алиса в стране чудес». Привет, девчонки! Привет! Привет! Ника, когда ты исполняла свою первую роль волшебного кролика, тебе было всего три года. А сколько тебе сейчас? Сейчас мне уже девять лет. Признайся честно, ты сама помнишь ту постановку? Как же происходило? Или знаешь не только? И рассказывай фото. Да, я, конечно, помню свою роль. Я представляла, что я была настоящим кроликом. Еще я помню, что после показа я всегда плакала, а Оксана Ивановна меня жалела. Назя, в «Алисе в стране чудес» ты сыграла роль красной королевы. Мне кажется, что играть отрицательной персонажей всегда сложнее. Тем более в жизни в ладейку ты не очень похожа. Расскажи, как ты вживалась в роль и что было самое сложное? Я пыталась понять характер этой красной королевы, читала книжки, смотрела фильм. Мне нужно было передать зрителю именно ее эмоции, ее настроение. Самая запомнившаяся мне постановка была «Алиса в стране чудес», где я играла главную героиню Алису. Роль Алисы меня очень впечатлила. Ее прирожденная черта – любопытство, причина того, что происходит с ней в сказке. Она мечтает с ней наивно, и для семилетнего ребенка она достаточно образована, часто рассуждает не по-детски и очень умна. «Алиса в стране чудес» – это была самая первая постановка. Она была самая яркая, она незабываемая. В ней принимали участие дети, родители, помогали все. Ну, было здорово на самом деле. В «Алисе в стране чудес» мы писали таким образом. Мы разделили на группы «Красная королева», «Белая королева», то есть есть основная часть. И когда писался блок именно «Красные королевы», то подбирались дети такие огненные, которые характерные, которые очень живые, очень активные. Но когда писался блок «Белая королева», это, конечно же, были детки такие более спокойные, более плавные, более нежные. 15 век, замок. Мы выступали в Италии, город Пезеро. На сцене это была, наверное, одна из первых наших поездок тогда со сказкой «Алиса в стране чудес». Когда начался танец войны в «Красной королеве», начала ходить сцена двигаться. И вот весь этот пол, он начал так плавно качаться, и, естественно, все наши декорации, они начали раскачиваться, начали падать. За счет того, что у детей была очень хорошая подготовка, дети настолько старались, настолько переживали, чтобы только победить, только получить это первое место, чтобы хорошо показать вот эту сказку. Начали падать во время постановки декорации, но самое главное, что наши дети, они переступали дальше и довели до конца полностью постановку. И никто не увидел даже вот этих вот моментов, когда подали декорации. Новый взгляд на известного щелкунчика в исполнении театра «Мотки» с подиумом также далеко увидели за пределами Беларуси. 33 ребенка стали частью этого грандиозного шоу. Необходимо было пересмотреть все возможные версии старых и новых фильмов и мультфильмов, два раза посетить балет и несколько раз перечитать оригинал произведения, чтобы создать свою версию этого произведения. В новой интерпретации появились и новые герои, например, «Крысиная королева». Злата, скажи, что для тебя было сложнее всего в шоу? Самое сложное было играть главную роль, потому что на меня все смотрят, сложно было сконцентрироваться, помнить свои движения, потому что их было очень много. Чем отличаются постановки, которые вы ставите с театра «Мотки» с подиумом от обыкновенных показов? В постановках мы играем жизнь, жизнь героев, а в показах мы преподносим себя, преподносим одежду. Никита, в щелкунчике ты играл главную роль, роль оловяного солдатика. Скажи, что тебе понравилось больше всего? Мне понравился процесс репетиций, я смог себя чувствовать в роли актера и персонажа. Вот эта часть «За кулисье» на самом деле, она самая сложная. Люди видят только 10 минут буквально на сцене всей работы, а полгода, когда идут репетиции, когда ставится сказка, когда отрабатывается музыка, когда просматривается несколько раз фильмы, вылавливается каждое слово, какие-то звуки, какая-то музыка. Конечно, это сложно очень. Новые веяния итальянской моды повлияли на очередную постановку. Картины с авангардными рисунками стали вдохновением для создания необычной коллекции одежды, а за ней и для постановки «Снежная королева». Авангардная коллекция была создана из пленок ПВХ, серебряных тканей и каркасов. Катя, пять лет ты была ученицей театромотки с подиум, участвовала в различных постановках и уже сегодня стала педагогом здесь. Расскажи про твою самую запоминающуюся роль и самое яркое впечатление от участия в постановках. Ой, наверное, самая запоминающаяся роль и самое главное для меня это была «Снежная королева». Да даже сама подготовка просто к этому выступлению была восхитительной. Даже та самая прическа, которая Дина на голове, делалась два часа. И как с ней было потом ходить и весь этот образ, это было просто шикарно. Настя, расскажи про свое самое яркое впечатление от участия в постановке «Снежная королева». В постановке «Снежная королева» я играла роль автора. И самое яркое для меня было впечатление, это когда я должна была следиться на край сцены и рассказывать историю дальше. Я очень сильно начала волноваться. Они так на меня смотрели и слушали, что я говорю, что у меня даже мурарки пошли по телу. Больше всего я боялась то, что они поймут, что я говорю не живым голосом, а под запись. Потому вот именно «Снежная королева» мы сделали ее холодную в таком, знаете, в серебряном ключе с элементами ПВХ пленок. Это были использованы и каркасные какие-то конструкции. Чтобы сама коллекция была совершенно новая, чтобы присутствовала мода «Авангард». И это была все-таки классическая сказка. Прежде всего мы подбираем детей таким образом, чтобы ребенок отражал свое состояние, то есть чтобы ребенок был похож на героя. Потому что это очень важно. Не может играть, скажем, «Снежную королеву» девочка, которая очень спокойная, очень милая, очень нежная. Это должна быть девочка с характером. И еще один человек, с которым мы просто обязаны поговорить, чтобы понять всю сложность и уникальность творческо-постановочной работы. Оксана Носко, стилист международного класса. Оксана, здравствуйте! Мы знаем, что для постановок голову детям обматывали проволокой, потом вставляли спицей и всю эту конструкцию декорировали с помощью волос и не только. Подскажите, как рождались эти необыкновенные идеи для причесок? Каждую идею нес свой герой каждой сказки. Каждой сказке, в которой мы делали постановку, герои были настолько разные, и моя задача была с этими прическами, макияжами передать настроение этого героя. Это были и мочалки, не только это были, например, проволока и спицы. Это были и какие-то мочалки, и бумага. Все, что можно было придумать, оно все придумывалось. Иногда было проще все заблесать блестками для того, чтобы передать огонь этого героя. А на этом мы завершаем нашу историю. Надеемся, вам было интересно наблюдать за тем, как рождается и разворачивается настоящая сказка. Сколько еще сказных историй вернется на наши глаза, уж по мнению театра «Мод Кисподиум», узнаем совсем скоро. Главное, оставайтесь с нами. А это был специальный репортаж от Кисподиум Fashion TV. Всем пока и до новых ярких встреч!